Да, сегодня состоялась 10-я партия матча на первое место мира между Магнусом Карлсом и Фабианом Каруаной. Счет перед началом этой партии был 4,5 на 4,5. Все 9 партий завершились в ничью, и сегодня пришел черед Фабиана попытаться что-либо извлечь из дебюта. И как и в предыдущей своей белой партии, соперники разыграли челябинский варант. И вот, причем Фабиана в свойственном себе принципиальном стиле, он не стал уклоняться от того, что в предыдущей партии снова сыграл кунди 5. Получилась структура характерная для Найдорфа. И вот после 2-0, 2-0 кунди 7, в восьмой партии матча Фабиана играл слом д2. И сейчас, постфактум, я думаю, можно уже сделать вывод, что ход слом д2, он явно сильнее, чем то, что Корана избрал сегодня. Корана пошел b4. И здесь, видимо, в основном итальянский шахматист готовился к ходу f5, который мы и тот же смотрели на стриме. Не то, чтобы там по пути к перевесу белых был очевиден, но, похоже, по крайней мере, позиция получается более живая. Коранус, он сыграл намного интереснее, скорее всего, сильнее. Он сыграл а6, после куня 3 пошел а5. Таким образом, разрубил большую структуру белых. Безусловно, здесь возможен ход с f3, но делать его не очень хочется. Подготовка Кораны, к тому же, явно продолжалась. Он взял на а5. Здесь нам казалось, что сильнее всего взять ферзем, но Магнус избрал взятие ладьей. Последовало конь c4, ладья a8, слон e3, f5. Все эти ходы исполнялись обоими шахматистами в достаточно быстром темпе. Хотя уже было понятно, что чемпион мира все еще играет сам, а Корана какую-никакую, но все-таки свою подготовку вспоминает. Последовало а5, f4, слон b6, ферзи и 8, и вот здесь американец начал серьезно задумываться. И это позволяет сделать вывод о том, что подготовка была проведена довольно некачественно. То есть, судя по всему, штаб Фабиана не уделил должного внимания ходам а6 и последующим а5. И просто пододелился на оценку компьютерных программ. То есть, компьютерные программы, особенно сильные компьютерные программы, действительно здесь пишут заметный перерез белым, почти плюс 0,6. Но реально за белых практически невозможно найти какой-то сильный план. А у черных план понятен. Они играют ферзи 6, потом они играют е4, создают какую-то аренду грозу f3. И вообще у черных очень приятная, простая игра в центре на королевском фланге. Фабиана это осознал, серьезно задумался и сделал ход ладья а3, который в будущем ему очень помог в защите королевского фланга. Так что, в принципе, можно констатировать, что ход сильный. Но по мнению компьютера этот ход не является первой линией. Компьютер рекомендует играть ладья е1. И сохраняет оценку в пользу белых, хотя внешне, повторюсь, так не скажешь. Последовал ферзи 6, слон c7. Солнце 7 еще один хороший ход. Вот белые привязывают черных к пешке d6, по крайней мере в какой-то степени. Ну и создают при случае идеи конь b6 с разменом легких фигур. Здесь довольно интересно за черных, на наш взгляд, было конь c5. Пока не спеша с ходом е4. Вот эта конь b6 была вот такая жертва качества. Не знаю, как ее оценивают движки, но внешне позиция белых выглядит крайне непривлекательной. Ход е4, безусловно, достаточно силен. Белый в ответ вынужден играть король h1, чтобы не подставиться под f3. И здесь, судя по всему, Магнус не нашел прямых путей к развитию инициативы. И сделал очень интересный креативный ход на другом фланге. Сыграл b5. Мы не смогли во время стрема найти явной защиты против идеи ладья f6, ферзи 5, ладья h6. Ну, судя по всему, она была. Пусть и завуалированная. Реста этого последовала b5. Очень сильный, крайне мере, выглядающий сильный ход, но и очень интересное решение от чемпиона мира. Теперь на логичное аб явно он собирался брать на а3, играть f3, ножа в конь е5. С очень мощной инициативой за пожертвованные две пешки. Скорее всего, белым здесь было бы не выжить. Корона это осознал, сделал более сильный ход конь b6, вынудил размен коней. И оказалось, что позиция белых на самом деле достаточно здесь и жизнеспособна, и прямого мата найти не получается. Тем не менее, Магнус попытался, и вот здесь настал такой микрохитический момент. Дело в том, что компьютерные программы дают большой перерез уже Фабиано Коруани. И, судя по всему, они правы, но для этого нужно было найти поистине нечеловеческую последовательность ходов. Нужно было сыграть слон b5. Ну, очевидно, что ход слон b5 Коруана рассматривался серьезно. Проблема в том, что черные после этого создают прямые матовые угрозы, от которых крайне трудно защититься. То есть ладья f6, здесь, чтобы не получить мат, белые обязаны играть ладья е1. Идея в том, что после ладья h6 последует ладья быть е4. И на ферме h4 уже можно сыграть h3. И белых спасает их ладья на а3. То есть здесь нету жертвы, и получается, что белые ее даже выигрывают. Поэтому на ладья е1, очевидно, Магнус собирался играть слон f5. Уверен, что до этой позиции оба соперника досмотрели. Но вот оказывается, что белые им все-таки могут здесь даже не просто сопротивляться, а выиграть могут. Для этого им нужно сыграть f3. После чего при случае белые слон готовы вернуться на g1. То есть черные должны играть е3. И казалось бы, вот угроза ладья h6 и ферзи g3 или ферзи h4 неотразима. Но здесь есть фантастическая идея за белых, которую я в раны не нашел. Они играют ладья е2. И ладья h6 могут даже еще выждать один ход, сыграть а6. Теперь после ферзи g3 есть ход ферзи g1. И таким вот крайне пассивным образом белые защищают свой королевский фланг, а пешка а решает исход борьбы. Скорее всего, Мартус это осознал бы и попытался бы защищаться другим способом. То есть не факт, что после слона б5 у белых абсолютно выиграно, но это было бы за чемпионом мира крайне неприятный удар. Корона сделал другой ход, тоже вполне разумный, он сыграл g3. Таким образом, действительно, белые добиваются того, что серьезно укрепляют позицию собственного короля. Последовало b4, ладья b3. Кстати, важный момент, вместо ладья b3 был ход gf, после которого внешняя оборона белого становится даже проще. Ладья b3 ход тоже не проигрывает. Последовало слон h3, ладья уже 1, f3. Здесь мы опасались во время стрима, что белые могут сыграть слон b5. И здесь так получается, что ладья f6, видимо, выигрывают за черных партий, потому что они готовы сыграть ферк за h5, ладья f6, а на слон e3 всегда будет ход g5. Здесь черные ставят мат. Сход слон f1 намного сильнее, Мартус не нашел ничего лучше, чем взятие на f1. Позиция слегка упростилась, черные оставались не сильнейшей стороной. Но, объективно, оценка уже стала намного ближе к ничьей. Тем не менее, в этой партии произошло еще одно довольно интересное событие. Сказалось, что оба соревнования просто намереваются стоять на месте. И здесь черные могли сделать ничью без всяких треволнений, просто путем g5. Коростон сыграл довольно странно. Пошел король d4, после ладья b5 оказалось, что есть некоторые проблемы. То есть, в частности, на ладья c2 сильный ответ ладья a5 приводит к позиции, в которой черными не так легко сделать ничью. Но, Магнус собрался, сделал ход ладья d6, и оказалось, что все-таки черные здесь, пусть и явно с позиции слабости, но спасаются. После этого ладья a4. Здесь внешне активный ход король c3 приводил к поражению. Вот в таком длинном варианте. Черный король на c1 оказывается расположен крайне неудачный, поэтому черные пешки никуда не проходят. А вот белые проходят. Поэтому Магнус не пошел к королю на c3, сыграл король e5. Белые разгрузили структуру, выдернули пешки e и пешку f у черных. Но получился h3 на 2, в котором шансы на победу ничтожны. Слегка меня удивил, ход король бьет f3 в исполнении коруаны. Все-таки стоило попытаться сыграть ладья f4, отрезать короля по вертикали f. Теперь он не может пойти на жпать из-за мата, но на король e7 ладья f3. На более низком уровне такие позиции иногда выигрываются. Ну, король даже пытаться не стал, взял королевый, после короля f7 король g3. Предложил ничью, которую Магнус, разумеется, вынужден был принять. Таким образом, счет в матче 5-5. У нас рекордная серия продолжается, уже 10 ничьих подраты, остаются 2 партии. Лично я очень верю, что одна из них все-таки закончится победой того или иного шахматиста. Но если же этого не произойдет, то состоится тайбрейк сначала из партии в быстрые шахматы. Если же он и он не выявит победителя, то случится еще матч в Блиц, а затем, возможно, даже Армагеддон. Следующий тур состоится в субботу. В этот раз скажу, что мы не прокомментируем его от начала до конца. Но примерно через 2 часа после начала партии. Все в том же составе. Я и Кирилл Широков, мы выйдем в эфир. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok